Кубань в Петербурге Но и вине 58 проектов на 300 миллиардов рублей Презентуют словно на блюдечке с голубой каемочкой в инвестиционном ресторане Такова идейная и внешняя стилизация стенда региона В потенциале предложений никто не сомневается Амбиции очень быстро находят отклик у бизнеса Очень быстро администрация подписывает соглашение с компанией «Царь Пикчер» Съемки международного кинопроекта теперь пройдут и на Кубани Остальное производство запланировано в США и Китае Рабочее название фильма «Любовь» и прочие аспекты Регион-лидер развития виноградарства и виноделия Здесь сосредоточено производство почти половины российского вина Кубань В первый же день саммита она становится локомотивом развития отрасли На стенде края проводят стратегическую сессию Страна нуждается в создании единого отечественного бренда напитка Чего-то, что гарантирует узнаваемость на внешних рынках Производителям есть чем конкурировать Только их надо поддерживать С этим проблем нет В этом году Край выделил виноделам 800 миллионов рублей Следующая ступень развития Цифровое соглашение, приближающее будущее О готовности работать в регионе заявляет Яндекс Он создаст сервис по продвижению туристического потенциала Возможности для развития информационных технологий Обучения первоклассных специалистов сферы в Крае есть Спрос на новый формат ожидают ошеломляющим Ежегодно в регион приезжают около 17 миллионов отдыхающих К слову об инновациях Края Появится региональный оператор Сколково Это трехсторонний договор между администрацией Центром разработки и коммерциализацией новых технологий Корпораций развития Это модернизирует экономику Сконцентрирует все интеллектуальные технические ресурсы Позволит получать местным командам статус резидентов Компании смогут эффективнее привлекать инвестиции Патентовать разработки Новый толчок у развития рынка труда Это трехстороннее соглашение с агентством стратегических инициатив И союзом молодые профессионалы Новые кадры будут готовить специально под Кубань Процесс отладят до автоматизма, поможет система сетевого образования Два года назад регион вошел в число 20 пилотных Для внедрения стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Людей обучили дефицитным специальностям Новое соглашение распространит практику на множество сфер Туризм, сельское хозяйство, услуги Оно предусматривает развитие компетенции И переподготовку специалистов даже старше 50 лет АПК В Павловском районе построят свиноводческий комплекс Современное предприятие будет производить 7 тысяч тонн мясной продукции в год Проект воплотят в жизнь за два года и 1,6 млрд рублей Появится 60 рабочих мест Это еще одно соглашение, подписанное в Петербурге Также администрация края обсудила возможность производства в регионе тракторов малой и средней мощности с компанией КЛААС Состоялись переговоры с президентом Магнита Яном Дюнингом Подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с организацией «Деловая Россия» Продолжение прошлогодней презентации имиджевой стратегии края в Петербурге Показ брендированный логотипом Кубани одежды Плащи, куртки, спортивные костюмы, майки, свитшоты и сувениры Товары можно будет купить на заправках и в аэропортах региона 15 тысяч участников, 140 стран, 270 компаний Главное – деловое событие страны, впечатляющий масштаб Формируя повестку устойчивого развития, форум в Питере прошел под девизом, который вполне оправдал Краснодарский край И пусть сумму заключенных соглашений еще подсчитывают, уже никто не сомневается, что Кубань снова пойдет на повышение ставок В прошлом году в Петербурге подписали 6 договоров почти на 20 миллиардов рублей Эта сумма в 5 раз превысила ту, что была в 2017 Еще один международный форум бизнеса и власти в Москве завершилась неделя российского ритейла На саммите состоялась пленарная сессия регулирования алкогольного рынка Проблематика российского виноградарства и виноделия В ней участвовал руководитель регионального отраслевого департамента Роман Куриный На сессии он озвучил несколько важных цифр, они подтверждают лидерство Кубани Сегодня здесь находится треть плантации страны Доля собранных ягод в общероссийском объеме приближается к 45% Потенциал развития винодельческой отрасли Краснодарского края не исчерпан Дополнительный ресурс заложен в развитии института господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства В частности, сегодня на Кубани из 53 предприятий 48 не могут рассчитывать на помощь государства Проблема, по мнению главы ведомства, кроется в противоречии двух нормативных актов федерального уровня Один из них о развитии малого и среднего предпринимательства Он устанавливает запрет на оказание финансовой поддержки тем, кто занимается производством и реализацией подакцизных товаров Тем временем, согласно бюджетному кодексу, производители вправе рассчитывать на субсидии Также необходимо проработать систему преференций для предприятий За аналог стоит взять Фонд развития промышленности Он предоставляет льготное финансирование в виде займов на приобретение нового оборудования, создание новых производств, модернизацию и техническое перевооружение действующих Тему продолжит краткий обзор Пять объектов региона победили в конкурсе «Торговля России» Церемония награждения прошла в Москве Номинацию «Лучшая ярмарка» взял фермерский дворик Лобинского района В фастфуде отмечены два индивидуальных предпринимателя из Ейского и Денского районов Среди объектов нестационарной торговли в числе передовиков – краевая сеть кофеин Признание на уровне федеральных органов власти стимулирует бизнес повышать качество услуг, уровень профессионализма специалистов Конкурс «Торговля России» проводит Министерство промышленности и торговли уже второй год Его главная задача – выявить и распространить передовой отраслевой опыт и лучшие практики Почти 150 объектов потребительской сферы ввели в эксплуатацию с начала года в Краснодарском крае Цифру публикует отраслевой департамент Большинство пришлось на сферу розничной торговли Наиболее крупные построили в Новороссийске, Денском, Ейском и Павловском районах В России обновят около 10 тысяч устаревших ГОСТов Действующие советские стандарты мешают развитию экономики Большинство относится к сфере добровольного применения Все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене По расчетам Росстандарта это подтолкнет отечественные предприятия К обмену практиками и переходу на современную техническую политику Стоимость сигарет может подскочить В стране планируют ввести экологический сбор не менее 5 рублей с пачки Письмо с таким предложением направила глава Минприроды и Минздрава Трезвая Россия Эксперты считают, меры неизбежно приведут к увеличению цен на 5% Потому что сумму сбора завысили Она должна быть не более 2 рублей Сейчас из примерных 105 рублей, которые платят за пачку табачных изделий Около 70 уходят в казну в виде налогов К другим темам Институт финансового омбудсмена начал работать в стране Он заменит судебные процедуры, споры по поводу выплат компенсации по КАСКО и ОСАГО Раньше в случае разногласия со страховыми компаниями Люди должны были обращаться к органам госвласти Теперь такие вопросы решает специальное уполномоченное лицо Это гарантирует единство права применения И так как проигрыш страховой компании в споре с омбудсменом Будет означать штраф в размере 45 тысяч рублей Страховая компания будет заинтересована урегулировать отношения с потребителем Не дожидаясь пока потребитель обратится к финансовому омбудсмену Поэтому 99% всех случаев разногласий Будет решаться еще на стадии до обращения гражданина к финансовому омбудсмену Но что делать, когда спорные ситуации возникают с банками? В Краснодарском крае, как и по всей стране Растет число жалоб на финансовые организации Последние вынуждают оформлять своих клиентов дополнительные услуги Вот как обычно это происходит Человек приходит брать кредит, сотрудник озвучивает проценты И описывает удивительную разницу Оформив, к примеру, страховку придется выплатить 16% годовых, не взяв 20% Как изменить сложившуюся ситуацию? Наталья Костенко, депутат Государственной Думы в эфире телеканала выступила с заявлением Вы собираетесь эту практику законодательно регулировать? Каким образом? Мы внесли законопроект в Государственную Думу Мы разработали его, основываясь на практике недобросовестных банков Которые стараются всяческим образом заманить потребителей в свои сети И, как правило, что они делают? То есть они не предоставляют потребителю весь полную информацию о той услуге, которую они предоставляют Плюс не раскрывают в договоре, какие дополнительные услуги навязываются Как они могут расторгнуться, допустим, если мы говорим о страховании Навязанной такой распространенной проблемой То потребитель не информируется вообще о том, что это дополнительная услуга Что он может заключить сделку без страхования Или заключить страхование в другой фирме А не та, которая работает с банком на более выгодных условиях А как сегодня обстоят дела? Раньше, допустим, писали 16% годовых Потом звездочка, после звездочки мелкий шрифт Это если вы сделаете вот это, вот это, вот это Сейчас это и звездочки, я так понимаю, нет? Сейчас гораздо проще банки берут Они сводят договор с потребителем до минимума То есть это, как правило, сейчас представляет собой один листочек бумажки Где написана сумма кредита И, условно говоря, какие-то общие положения и роспись То есть если раньше мы говорим о кредите То там все-таки раскрывались и к кредиту прикладывался порядок погашения Да, там график погашения Вот эти мелкие шрифты Сейчас просто выдаются этот листочек Где уже проставлены автоматическим образом галочки за вас Поэтому, конечно, потребитель С одной стороны у него нет ответственности за тот шаг, который он принимает С другой стороны, психологически он снимает с себя ответственность То есть когда человек приходит в банк, чтобы получить 100 тысяч рублей А ему навязывают массу услуг И он приходит домой с кредитом в 200 тысяч Половина из которого, значит, вот это страхование, например И плюс он не информирован о своих правах То есть у него нет ни графика, нет понимания, как он будет гасить То есть он психологически сразу с себя снимает ответственность за принятое решение То есть когда у него возникают какие-то сложности по выплате То есть у него желание, в принципе То есть это не его решение, он не хочет за него отвечать И поэтому настолько много и рост намечается И продолжается закредитованность граждан в стране И в этом году на 4% дополнительно выросло То есть у нас сейчас граждане почти там под 800 миллиардов рублей должны Вы считаете, что так это работает? Когда человек понимает, что его условно обманули Он не идет повышать условный свой уровень финансовой грамотности А снимает с себя ответственность И он говорит, ну не буду платить тогда Зачем? Ну а как? Это в принципе, наверное, обоснована какая-то психологическая реакция То есть если вы мне сделали плохо, то я просто не буду за это отвечать И поэтому люди ждут, когда через 3 года их кредитные обязательства Просто исчерпают себя То есть из-за закона Или приставы через 3 года спишут безнадежное дело Сейчас короткая пауза Дождитесь Это итоговый выпуск экономических новостей Продолжаем На Кубани, как и по всей стране, дорожает сотовая связь С начала года услуги операторов подскочили в цене на 3% А с 255 до 262 рублей в месяц Данные публикует коммерсант Увеличение зафиксировали впервые с августа 2017 года Эксперты объясняют его повышением НДС Отменой внутри сетевого роуминга А также необходимостью компенсировать тарифы с безлимитным интернетом Новости промышленной отрасли далее в выпуске Обзор Анны Тур Чемпионат для зрелых профессионалов Стало известно, что на Кубани проведут соревнования для людей старше 50 лет Навыки мудрых – это состязание для промышленников Оно начнется в ноябре и завершится в январе Все будет организовано по типу WorldSkills Основная цель – продемонстрировать рабочее долголетие и конкурентноспособность старшего поколения Готовить конкурсантов начнут на базе специализированных центров компетенции По вопросам участия нужно обращаться в Краевое, Министерство образования и молодежной политики Помощь Краевого фонда развития промышленности получат производители матрасов и фабрика мебели Им согласовали займы по программе «Приоритет» Она направлена на поддержку важных отраслей, текстильной и деревообработки Финансирование предоставляют на льготных условиях под 2-3% годовых на 3 года Всего на пятом экспертном совете одобрили 3 кредита Их общая сумма – 39 миллионов рублей Продукцию промышленных предприятий представили в Темрюкском районе В выставке-презентации участвовали 40 компаний Это нужно для развития кооперации отраслевых фирм с организациями санаторно-курортного комплекса и общепитами В этом году перед промышленным комплексом Кубани стоит амбициозная задача Обеспечить рост промпроизводства на уровне 5% Одним из ключевых инструментов для достижения этой цели является максимальное использование ресурсов муниципальных и корпоративных закупок Продукция краевых промышленных предприятий высокотехнологична, конкурентоспособна и зарекомендовала себя во многих российских регионах Компании занимаются выпуском мебели, упаковки, текстиля, пищевого и торгового оборудования, а также посуды и строительных материалов Это все востребовано при реализации инвестиционных соглашений Названные регионы с лучшим социально-экономическим развитием Краснодарский край поместили на девятую строчку Список составила РИА-рейтинг Его лидерами стали Москва и Петербург В аутсайдерах Дальний Восток В основе исследования данной бюджетной и социальной сферы показатели большинства субъектов стали лучше, однако во многих все еще остаются проблемы Кредитоспособности Краснодарского края подтвердили стабильный прогноз Это сделало агентство Эксперт РА Аналогичную оценку региону давали полгода назад Однако в этот раз эксперты отметили положительную динамику развития экономики и устойчивую тенденцию к росту доходов бюджета Также Кубань характеризуется умеренно высоким уровнем долговой нагрузки Показатель на январь составил 149 миллиардов 100 миллионов рублей Александр Тюкаев, ведущий проекта «Работаю на себя» на телеканале «Кубань-24» победил в конкурсе «Рублевая зона» Он стал лучшим автором телесюжета Итоги состязания для СМИ подвели в Москве Судьи оценивали программы на экономическую тематику Им понравился выпуск об открытии барбершопа Он стал лидером среди почти 200 работ Члены жюри, известные журналисты, финансисты, представители Центробанка Интервью с Александром Тюкаевым далее в выпуске Саш, поздравляю с наградой тебя в любом случае Ожидаема эта победа для тебя? Ну скажем так, учитывая, что приглашали в Москву финалистов То есть, как бы сказали, с первого по третье Но, конечно, было волнение Третье или первое, это все-таки большая разница Учитывая, опять же, уровень работ Коллег, с которыми я состязался Именно тележурналисты В принципе, приятно То есть, это высокий уровень Это ведь не первая награда проекта Какая, кстати? Давай считать Скажем так, федеральных Это, получается, второе первое место из федеральных Всего четыре награды на данный момент у программы Соответственно, еще одно из второго места от Центробанка Это тоже федеральное И один региональный конкурс Тоже победа Насколько эта награда, вот в той череде, значима, весома? Ну, любая награда, она значима Тем более, опять же, федеральная Это показатель для меня лично Любая награда, это показатель того, что ты движешься в верном направлении В верном курсам И твое творчество нужно не только себе Твоим родным и работодателям Почему ты выбрал программу о барбершопе? Почему ты именно ее отправил на конкурс? Я расскажу секрет Мы ее снимали дважды Вот именно эту передачу Там получилось так, что Я был не очень доволен И режиссер видеомонтажа попросил ему чуть-чуть другой картинки Чуть-чуть другой стиль Потому что это как раз была переходная программа У нас поменялась заставка, у нас поменялось оформление Очень крутая заставка, кстати, да Отдельное спасибо нашему главному режиссеру Главному оператору Именно они работали над ней, снимали Вот, и, соответственно, сняли хорошо в первый раз Но не под заставку То есть нужно было более драйвово, более раскрепощенно, что ли Соответственно, поехали еще раз За что спасибо герою Это первый и единственный, надеюсь, раз, когда мы снимали одну передачу дважды Вот, и когда мы сняли, уже в процессе съемки Я понял, что и герой еще лучше говорит И еще более интересно Уже в процессе съемки было понятно, что что-то будет интересное Вот на данный момент, скажем так, в моем внутреннем рейтинге Это вот одна из трех самых интересных передач Поэтому и ее У нас есть, кстати, фрагмент одной из твоих самых интересных передач Давайте его прямо сейчас посмотрим У меня нет никакого диплома, нет никакого сертификата По том, что я являюсь крутым барбером и так далее Я считаю, что это вообще не нужно Честно сказать, самое важное, это вот здесь, вот это в руках, это в голове То есть потом мнение клиента Да, да, да Я где-то в подсознании тогда понимал, что когда-то я приду к этому Вот, к этому всему, да И получилось так, что я пошел в другой барбершоп Там какие-то плюсы взял, зашел в центре в маленький барбершоп Просто познакомился с ребятами И он меня вдохновил на открытие чего-то маленького, уютного То есть стрельного момента? Да Жалко, что тебя там не показывали крупным планом Когда тебе человек, герой твоего материала говорит о том, что у него нет специального образования Нет вообще, в принципе, ничего У него успешный бизнес У тебя какая была реакция на это все? Честно говоря, уже спокойная То есть за эти три года, как бы это далеко не первый человек Кто без специального образования, без высшего образования Пожалуй, самое удивленное лицо у меня было, когда я услышал первый раз Чистый заработок, чистый доход в 500 тысяч рублей в месяц Это как раз мы снимали бандарное производство, когда делали бочки Вот там было более вопросительное выражение лица В принципе, для бизнесменов это нормально Главное нужно понять Вот я пытаюсь как раз с помощью этой передачи донести главное Что не важен возраст, не важно образование, не важен даже стартовый капитал Потому что есть истории, где люди брали 2 миллиона, прогорали и запускали заново с 5 тысячами рублей Есть кто просто запускал с 5 тысячами рублей Есть люди, которые продавали квартиры, запускали бизнес И добивались они, мне кажется, этого Именно потому что они верили в свою идею Ты говоришь, что не важен возраст Но герои твоей программы зачастую исключительно практически молодые люди Скажем так Молодые люди проще соглашаются на съемку В плане того, что им в эпоху Инстаграма, Фейсбука и социальных сетей им проще В принципе, есть герои, которым за 40, за 50 То есть их меньше, тех, кого я снимал Но бизнес все-таки это не про возраст, это про идею Насчет идеи Есть идеи, которые тебя поразили, удивили Не обычный пивняк в жилом доме Не магазин круглосуточный тоже у дома А вот что-то интересное В принципе, очень много таких идей, которые Если на них посмотреть, вот абсолютно не шаблон Например, сейчас в Новороссийске снимал Первая история, это люди сами организовали и сделали Бизнес фитодизайн То есть они сейчас привозят мох из-за границы Делают из него декорации Делают в помещения То есть до них, в Новороссийске как минимум Да и в принципе в крае был рынок Это так себе развит И поэтому они говорят Кстати, вот девушка Екатерина Фамилию, к сожалению, не помню Не зашло сразу Потому что рынка еще не было Это какой-то особенный мох У нас ведь его и так предостаточно Да, норвежский Норвежский Специально высушенный Специально, чтобы он был от 3 до 5 лет, если не ошибаюсь, живым Вот, а вторая идея Вот буквально недавно Кстати, тоже в Новороссийске Мне понравилось Люди организовали Центр поддержки предпринимательства В рамках государственной программы Которую как раз у нас департамент инвестиций продвигает Они организовали это в Новороссийске И сама фишка То есть они, с одной стороны Они помогают государству Найти, обучить бизнесменов И на этом же сами зарабатывают Ну, по-моему, это просто высший пилотаж Это круто А насчет развития предпринимательского сектора в Краснодарском крае Мы как-то с тобой встречались Был сотый юбилейный выпуск программы Сейчас уже сколько серий отснято? Отснято 125 или 126 А в эфире 123 бы побыло И останавливаться, я так понимаю, вы не намерены Где у нас тут деревянное? Нет, пока нет Не перевелись ли предприниматели в Краснодарском крае? Вот по твоим ощущениям Становится ли их больше с каждым днем? Знаешь, у меня был один момент Признаюсь, это было, если не ошибаюсь Конец прошлого лета Я реально судорожно звонил Говорил, ребята, кого снять? Ну, что такое? Почему нету героев? Сейчас у меня расписано до конца июня Выезды То есть я знаю, куда я буду ехать Практически до конца июня То есть люди хотят сниматься И в принципе много новых бизнесов То есть которым от полугода до двух лет То есть это сравнительно молодые Нет, не перевелись В плане, ну, скажем так Экономическая ситуация вызывает тревогу Всегда непростая Да Не все знают и не все понимают, чего ожидают Ну, если эксперты не знают То бизнесмены тем более Но при этом, как бы, нужно дать должное Это люди, которые берут и делают Вот за что мое безмерное уважение и восхищение Самым недорогим летним месяцем для путешествий по стране и миру Стал июнь К такому выводу пришли эксперты сервиса Авиаселс Они изучили бронирование прошлого года Планирование отпуска на начало курортного сезона Позволило сэкономить на билетах по России до 12% За границу до 10% Средний чек на внутренние рейсы составил около 7 тысяч рублей На зарубежные 14% Сейчас выгодно отправляться в Москву, Питер, Симферополь, Сочи, Краснодар и Минводы Или в Бургас, Барселону, Прагу или Париж Росстат начнет собирать информацию О тратах россиян за границей во время отпуска Помощь статистическому ведомству окажут сервисы По бронированию отелей и сотовые операторы Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Также в планах производить по квартирной опросы Семей о расходах при подготовке к путешествиям и в поездках Данные должны помочь в развитии туристической отрасли Согласно опросу в ЦИОМ В этом году россияне готовы потратить на отдыхе около 43 тысяч рублей Такими были самые заметные новости экономики уходящей недели Всего доброго и до встречи Субтитры создавал DimaTorzok